МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за грохота и гулостроительной техники мощные колокола Богородицы Рождественского кафедрального собора, которые звучат на всю Инзу, сейчас даже вблизи практически не слышны. Еще год назад региональные власти пообещали построить около храма дорожную развязку с автомобильной парковкой. Свои обещания они сдерживают. И первый после Пасхи, двунадесятый праздник, Вознесения Господня, храм встречает в осадном положении строительных работ. Евангелие гласит, на сороковой день после воскресения Христос собрал апостолов в Иерусалим и повел их к Илеонской горе. Там Иисус сказал им не расходиться и обещал, что через пару дней апостолы будут крещены Святым Духом, после чего вознесся к небу. Великий праздник заключает в себе мысль о том, что через Вознесение человеческая душа возводится к бесконечной жизни. Именно поэтому по учению Православной Церкви служение Сына Господа на земле завершилось Его Вознесением. Однако, как отметил Преосвященный Владыка в своей архипастерской проповеди, этот праздник все далекие времена был немного омрачен неверием людским, которое порождает новые чудеса Господни. Сегодняшний праздник как раз вспоминал о том, как Христос, пришедший к своим ученикам, и они опять стали сомневаться, говорили, не дух, не привидение, какое мы видим. А он нам говорит, ну дайте мне тогда чего-то что-нибудь поесть. Они принесли часть рыбы, вот, меду, хотя это не нужно было. Но тем не менее он усил перед всеми, чтобы видели, что он предстоит в новой колоте. Перед своим Вознесением Иисус Христос завещал людям Второе пришествие. И верующие ждут Его. Уже почти две тысячи лет строят храмы и церкви, молятся в них, крестят детей, исповедуются и причащаются, отпевают усопших. Вот и собор Рождества Пресвятой Богородицы, который был освящен ровно год назад, уже ко второму своему престольному празднику обретет более благоустроенный внешний вид. Строители обещают, что все работы по возведению дорожной развязки, широких пешеходных тротуаров и парковки возле храма будут закончены к началу октября этого года. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.